Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада достаточно сложная, но не менее интересная, поскольку посвящена тем заболеваниям, для которых был введен специальный термин, основывающийся на их встречаемости. Это те опухоли, которые встречаются в менее одного случая на 1 миллион населения в год. И термин был введен консенсусом специалистов, занимающихся лечением, специализированно занимающихся лечением сарком. В 2019 году основан на новой классификации ВОЗ 2020 года и основан на уровне встречаемости на основе баз данных редких видов рака. Как сегодня уже говорила Александра Владимировна сегодня в своем докладе по регионической оценке редких видов сарком, как для сарком мягкие ткани, а для костей, в целом редкие саркомы составляют порядка 20%, но они достаточно гетерогенные. Для мягких тканей ультраредких саркомы составляют 56 потипов, а для сарком костей – 21%. Конечно же, мы не будем останавливаться на всех гистологических потипах, каждый из них достоин своего отдельного доклада, и мы решили остановиться на тех заболеваниях, в которых мы все-таки чаще встречаемся в клинической практике. Хардома и два гистологических потипа хондросаркома относятся к ультраредким заболеваниям костей скелета, а остальные перечисленные нозологии относятся к ультраредким заболеваниям сарком мягких тканей. Хардома является редкой злокачественной опухоли кости, происходящей из эмбириональных зачатков хорда, обладает частотой метастазирования до 20-30%. И, конечно, стандарт лечения – это локальный контроль, хирургия, операция. И только в тех случаях, когда у нас есть местно распространенный процесс, редисеминированный, который имеет клинически выраженное проявление заболевания, идет активный рост, мы применяем лекарственное лечение. И вот к оговорке о нашем опыте лечения, когда послеоперационная у нас есть Р1, проводится лучевая терапия, да, мы в некоторых случаях рассматриваем айдевантную терапию, но опять же с той же оговоркой, что при последующем наблюдении у пациента будет клиническое прогрессирование заболевания с явными симптомами. То есть наши наилучшие результаты – это стабилизация заболевания и снижение болевого синдрома. Химиотерапия здесь неэффективна. Зарекомендовали себя ингибиторы терезинкеназ, к сожалению, с низкой частотой эффективности. В последнем клиническом исследовании коллег из Китая была достаточно высокая медиана выживаемость без прогрессирования при апотенибе, но с той же низкой частотой объективного ответа. Как при имотенибе и сарфенибе, которую мы непосредственно используем в реальной клинической практике. Перспективным является новый препарат – фотениб, который не только блокирует ИГФР, но и блокирует экспрессию геноброхиории, которая непосредственно участвует в патогенезе развития хардома. Но пока результатов данной работы нет, и будут интересны первые опубликованные результаты. Следующая – это хондросаркома, непосредственно и вся группа, которая является наиболее часто встречаемой первичным поликостей скелета, а именно и два гистологических по типу, додифференцированные мезнихомальные хондросаркомы, для которых характерно наличие остеоида и мелкоклеточного компонента соответственно. И применяется тактика лечения, как остеосаркомия, саркомия Юнга, соответственно, ввиду плохого прогноза, в отличие от других гистологических по типу хондросаркомы. К сожалению, однозначных результатов эффективности химиотерапии при одном и втором гистологическом по типе у нас нет. У нас есть данные небольших перспективных исследований, ретроспективные, но которые, тем не менее, говорят об эффективности применения схемы в случае с асплатино-доксорубицин. Это схема АП, которая применяется при остеосаркоме и, в частности, при додифференцированной саркоме. Эффективность случается в лучшем онкологическом контроле по сравнению с тем, если не проводить комбинированный подход. И то же самое наблюдается при мезонхимальной хондросаркоме, когда используется комбинированный подход с включением режима ВАК-Е. Причем речь идет не только о местно распространенном диссеминированном процессе, а о переоперационной терапии в целом. Следующее заболевание – это экскресилетная мексоидная хондросаркома, которая относится к саркомам мягких тканей. Описаны единичные клинические случаи поражения костей скелета. Заболевание характеризуется таким индолентным медленным течением. Однако же высоким метастатическим потенциалом. Химиотерапия с включением троциклинов. В принципе, химиотерапия обладает низкой частотой объективных ответов, высокой частотой нежелательных явлений. Применяется таргетная терапия. Из всех существующих таргетов в настоящее время в первую линию применяется позапоним, поскольку это единственный препарат, который был оценен в перспективном клиническом оседине второй фазы. Показался высоким медленным оживаемым без прогрессирования. Но при прогрессировании на первой линии мы переходим уже к сунетинибу. И в некоторых единичных случаях даже есть результаты как в клинические исследования, так и в реальной практике с применением трабектидина. Эпителеоидная саркома – это высокозлокачественная саркома мягких тканей, для которой характерен частичный или полный эпителеоидный иммунофенотип. Это морфологическая картина. Включает в себя два морфологических потипа. Это максимально дистальные потипы, для которых также есть некоторая особенность локализации первичной очага. Прогноз неблагоприятный, особенно при развитии метастазового заболевания, который достигает порядка 30%. В этом случае, ввиду такого высокого агрессивного течения, применяется лекарственная терапия как при саркомах мягких тканей в целом. В тех случаях, когда мы не можем провести, есть противопоказания к проведению антрациклинсодержащих режимов, проводятся комбинации с учением гемцитабина. В третьей линии возможно использование позапонима. У нас нет достоверных данных о сравнении эффективности того или иного режима, как в целом при петлюидной саркоме, так и ее отдельных морфологических потипах. Но существует некое мнение специалистов в различных саркомных центрах, что дистальный морфологический потип протекает более агрессивно. И здесь возможно применение в большей части в первую линию именно химиотерапии, тогда как максимально возможно в первую линию применять позапоним. Единственным препаратом, который в настоящее время одобрен для лечения неоперабельной метастатической эпатолиоидной саркомы, это тетеметастат. Низкомолекулярный пероральный ингибитор ИГХ2, который также показал свою эффективность при неходжкинской лимфоме. К сожалению, опять же, сравнить преимущества данного препарата с химиотерапией мы не можем. При непрямом сравнении, в принципе, как медиана общей выживаемости без прогрессирования, так и общей выживаемости не отличается, вот сейчас если вернуться к предыдущему слайду, значительно не отличается от первой-второй линии химиотерапии. И речь идет о том, что в таких случаях предпочтение данного препарата дается тогда, когда заболевание течет более медленно, с отсутствием бурного роста, и есть некое противопоказание к проведению химиотерапии, поскольку нежелательная частота нежелательных явлений там значительно больше. Но, к сожалению, данный препарат не одобрен на территории Российской Федерации, поэтому мы проводим химиотерапию. Оливлярная саркома, высоко злокачественная саркома глубоких мягких тканей, порядка 27% случаев локализуются в области головы и шеи, высокая частота метастазирования заболевания, в том числе поражение головного мозга. При этом данный сарком резистентный к химиотерапии, обладает низкой чувствительностью, менее 10%, но достаточно хорошие результаты применения ингибиторов тирозинкинас, в первую очередь это сунтиниб, который применяется в первую линию, в дальнейшем при прогрессировании возможно назначение, рекомендовано назначение позапониба, и в настоящее время неплохие результаты были получены применения аналатенимба, который сейчас проходит третью фазу данного препарата. Мы видим при непрямом сравнении лучшее медианное выживание сопрогрессирования, но посмотрим, что будет дальше в финальных результатах. В отличие от всех сарком мягких тканей, да в принципе сарком, при альвелярной саркоме отмечается лучший ответ, лучшая эффективность при применении иммунотерапии, как в моно, так и в комбинации. Лучшая частота больше 20%, неплохая медианная выживаемость без прогрессирования. Недавно были опубликованы неплохие результаты при комбинации друлумаба и талимумаба. Но нам на самом деле сложно сказать, вот в реально практической, клинической практике, оценить иммунотерапию. У нас есть как один опыт, как один негативный опыт, так и один положительный опыт проведения такой комбинации оксинтинима и пемпиролизумаба, он представлен на данном слайде в верхнем углу. Но это, я думаю, больше связано как с доступностью препаратов, так и с редкостью опухоли. Перевоскулярная эпидулеидно-клеточная опухоль, редко опухоли мягких тканей, обладает мио-меланоцитарной дифференцировкой, обладает неопределенным злокачественным потенциалом. При злокачественных эпидулеидных потипах есть некая ассоциация с более высокой частотой развития рецидива заболевания метастазов, но, конечно, при развитии отдаленных признаков заболевания общая выживаемость значительно хуже, чем при локализованном процессе. Здесь зарекомендовали препараты МТО-ингибиторы, это Эверолимус, Темсеролимус, который непосредственно применяется в нашей клинической практике. Но за рубежом в первую очередь назначается Эверолимус. Тут, я думаю, сложности больше с доступностью препарата и его регистрации. Единственным препаратом, одобренным для лечения злокачественные десминированные эпикомы, является НАПСеролимус. Это альбомин, связанная форма серолимуса. Одобрен он был в ноябре 2021 года на основании данных, продемонстрированных на АСК 2020 года. Шестимесячное вживаемость прогрессирования состоялось 71%. Но пока в настоящее время препарат недоступен у нас, и мы применяем для пациентов с злокачественным десминированным процессом Эверолимус. При прогрессировании возможен переход на темсеролимус или же проведение мультидисциплинарного кастильума для назначения серолимуса. И воспалительная миофабилластическая опухоль, редкая опухоль, низкой степени злокачественности, частота метастазирования достигает менее 5%, но при этом распространенность наблюдается в легкий, головной мозг, печени и кости скелета. И рецидив прогрессирования заболевания возможен спустя годы после первичной постановки диагноза. В 50% случаев наблюдается элокоммутация, поэтому для данного препарата, для данного заболевания одобрен, загрестирован кризотениб. при распространенном процессе, при его прогрессировании возможно назначение циретиниба, и в тех случаях, когда наблюдается энтерокоммутация, возможно назначение ларотроктиниба или энтроктиниба. И последнее редкое заболевание мягких тканей – это эпитолиоидный гемангидаталиома, редкая сосудистая опухоль, низкой степени злокачественности, несмотря на то, что первично, заболевание проявляет себя, казалось бы, агрессивно, пациенты делают профилактический осмотр, их ничего не беспокоит, а на аналогическом снимке множество метастазов в легких, или множество метастазов в печени. Тайминг? У меня практически все. Поскольку заболевание все-таки определяется случайно при профосмотре, ничего пациентов не беспокоит, в первом этапе рекомендуется активное наблюдение. В тех случаях, когда наблюдается прогрессирование и выраженные клинические проявления заболевания, возможно назначение терапии позапонимбом, либо мторингибитора, сиролимус. Но мы видим на данном слайде, что поскольку опухоль очень редкая, медленно прогрессирующая, огромное количество исследований, в основном клинических наблюдений небольших, и это заболевание в настоящее время рекомендуется, при его проявлении в настоящее время рекомендуется включение пациентов в активные клинические исследования. Исходя из названия опухоли, из терминологии заболевания, понятно, с какими сложностями встречаются как клинициста, так и исследователей при назначении той или иной схемы лечения, при выборе вообще, в принципе, тактики лечения. Поэтому последние 2-3 года мы ежегодно видим на всех конференциях секции, посвященные ультраредким заболеваниям. Но все возможно. Самое главное – это кооперация центров для набора клинических случаев. На данном слайде это продемонстрировано. То есть мы можем набрать эти редкие клинические случаи. Сложность заключается только в том, чтобы правильно составить дизайн исследований, статистическую обработку, чтобы не получить отрицательный результат. И в заключении я, наверное, бы сакцентировала внимание, что для редких сарком, поскольку мы на самом деле не знаем, что лучше для наших пациентов, необходимы такие мультидисциплинарные обсуждения и приоритет для направленности непосредственно пациента. Мы должны выбирать тот лекарственный препарат, который позволит нам контролировать рост опухоли, где и наилучший эффект – это будет стабилизация, контролировать болевой синдром и не ухудшать качество жизни наших пациентов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ